МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За финансовой стороной нацпроектов в регионах в следующем году будет активнее следить федеральное казначейство. Как уточняет губернатор, все это выльется в жесткие проверки. За неисполнение национальных проектов, за недостижение целей будет со всех конкретных должностных лиц, независимо от того, кто какие погоны носит, очень строгий спрос, вплоть до административной и уголовной ответственности. Итоги за 10 месяцев, как заметили на совещании, уже позволяют говорить о конкретных результатах, достигнутых в текущем году в рамках стратегического развития. Отчиталось об успехах зампредседателя регионального кабинета министра Светлана Колесова. Так, по количеству электронных отчетов, которые обязаны сдавать все субъекты страны, Ульяновская область находится на девятой позиции. За 10 месяцев проведено 640 тематических мероприятий по всем 12 национальным проектам. А это 105%, что говорит об опережении. Лучшими в этом направлении оказались действия в рамках нацпроекта «Демография». А в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» уже сейчас более 10 тысяч семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и рождением третьего ребенка и последующих детей. На высоком уровне в федеральном центре оценили работу региональной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящей в нацпроект «Экология». Совместно с региональными операторами запущены 4 мусоросортировочных комплекса. Средний процент утилизированных отходов у нас составляет 45%. Это выше, чем по России. И мы выполнили показатель по данному проекту. Еще одним поводом для гордости является включение Ульяновской области в список пилотных регионов федерального сервиса нацпроекта «Глазами людей», который заработал на официальном сайте партии «Единая Россия» 8 октября. Теперь каждый житель Ульяновской области в режиме онлайн сможет следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. По объектам, которые, по мнению населения, являются проблемными, партия будет систематически составлять доклад и отправлять Дмитрию Медведеву. А, к сожалению, у нас по статистике около 10% всего людей разного возраста знают о нацпроектах подробно. Все остальные что-то слышали, что-то видели, но реальной информацией не владеют. Вот этот нацпроект позволит, во-первых, всему населению узнать, что же это за 184 проекта или, соответственно, объекта, и позволит нам жестче контролировать их реализацию. Два региональных проекта, связанных со строительством и благоустройством объектов, приковывают внимание, но в плане рисков. Мы очень внимательно следим за проектом формирования комфортной городской среды в части Сингелея, парка Тиш-де-Гладь, это всероссийский конкурс. Пока у нас данные, что низкий процент технической готовности – это 67%. Есть вопросы и по срокам строительства детского сада в селе Большой Черкле. В 2020 году реализация национальных проектов в Ульяновской области потребует свыше 9 миллиардов рублей. 60% – это средства из федеральной казны, 40 – деньги регионального бюджета. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.